Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Минакова и сайт Photoshop Master.ru. Это третья заключительная часть урока под названием «В царстве льда и снега». Я захожу в группу «Основание», перехожу на сам слой «Основание», выбираю инструмент «Штамп» и добавлю снег позади оленя, так он будет лучше смотреться на белом фоне. Выбираю образец рисунка и заштамповываю. Таким образом, позади нашего оленя добавляю еще снег. За ногами оленя по мере его продвижения должен оставаться комковатый снег, то есть должны оставаться следы, и мы вот такой снег будем сейчас добавлять тоже с помощью инструмента «Штамп». Нажимаю «Альт», выбираю образец рисунка там, где есть вот такой снег комочками и добавляю по мере продвижения нашего оленя. Тут вот еще осталась небольшая вышка, мы ее тоже уберем штампом. Нажимаю «Контрол», кликаю по иконке слоя «Основание», чтобы не выйти за границу. Выбираю образец рисунка и зарисуем вот эту вышку. «Контрол-Д», сняли выделение. Выбираю инструмент «Размытие», «Интенсивность 100» и пройдусь по краю нашего основания, добавляя небольшое размытие. Так наше основание лучше впишется в фон. «Размытие», «Интенсивность 100» Теперь нам надо добавить тени, затемнение и осветление. Я уже создала несколько новых чистых слоев для этого. Слой «Тень от оленя». Режим наложения и умножения. Выбираем цвет для тени прямо с фона. Выбираем инструмент «Заливка». Открываю группу «Олень», нажимаю «Контрол», кликаю по иконке слоя «Олень». Открываю группу «Девочка», нажимаю «Контрол» и «Шифт» и кликаю по иконке слоя «Девочка». У нас объединились два выделения. Я нахожусь на слое «Тень от оленя» и заливаю это выделение выбранным цветом. «Контрол-Д» сняли выделение, «Контрол-Т» вызываю трансформацию. Отражаю по вертикали. Искажаем эту тень и располагаем на нашей работе. Выбираю инструмент «Ластик». Удалю лишнее с помощью инструмента «Ластик». Теперь выбираю кисточку, круглую жесткую, немного пониже жесткость, 100% непрозрачность. И тем же самым цветом дорисую тень в некоторых местах. Добавим для тени небольшое размытие. Фильтр «Размытие», «Размытие по гауссу». Размоем на единицу. Теперь выберу инструмент «Размытие» и размоем тень в дальней части. Непосредственно около оленя тень должна быть более четкая. Граница ее должна быть более резкая. А на отдалении более размытая. Сейчас мы это и делаем. Размываем дальнюю часть тени. Интенсивность 100%. Теперь я добавляю слой «Маску» на этот слой. Выбираю кисточку, круглую, мягкую. И частично сотру тень на отдалении. Таким образом сделаю на отдалении тень более прозрачную. И немного понижаю непрозрачность этого слоя. Примерно вот так. Переходим на слой «Затемнение». Будем затемнять наше основание. Режим наложения для слоя умножения. Затемняем. Вот тут вот часть основания как тень от вот этой вот глыбы. Прорисовываем затемнение в некоторых частях. Затемним вот тут вот. Тут должна быть тень от вот этого холма. Переходим на слой «Цвет». И добавляем цвет на наше основание. Немного вот тут добавим. Добавим на некоторые холмы. Которые освещены северным сиянием. Добавим на первый план. Добавим немного. Перехожу на слой «Осветление». Режим наложения «Осветление основы». И тут мы прорисовываем осветление от наших глыб льда. Выберем цвет прямо с льдины. И дорисуем вот это осветление на снегу. Можно немного понизить непрозрачность кисточки. То есть сейчас мы прорисовываем свет, который, проходя сквозь льдину, падает на землю, на снег, на основание. И частично освещает вот это основание таким вот голубоватым, зеленым светом. Перехожу на слой «Осветление». Режим наложения перекрытия. Нажимаю «Контрол». Кликаю по иконке слоя «Холм». Там, где у нас есть выделение нашего холма. Выбираю образец цвета и прорисую освещение на этом холме. Теперь выберу чуть посветлее цвет. И еще дополнительно осветлю. «Контрол» «Д». Сняли выделение. И также прорисуем осветление на нашем снегу. Добавим вот это вот зеленое освещение от нашего северного сияния. Примерно вот таким образом можно добавить слой «Маску» и удалить лишнее. Закрываю группу «Основание». Над группой «Основание» я создам новый слой. Назову этот слой «Дымка». Это будет слой, который объединит наше основание и фон. Выбираю круглую мягкую кисточку. Непрозрачность где-то процентов 10. Выбираю цвет с фона. И пройдусь вот таким образом по границе между основанием и фоном. Таким образом буду объединять основание и фон. Граница станет еще более мягкой. И основание впишется в наш фон. Граница станет еще более мягкой. режим наложения для этого слоя обычный на самом верху нашей работы я создаю новый слой для метели или поземки такая метель которая стелется по поверхности земли выбираю цвета черный и белый основной черный фоновый белый захожу фильтр рендеринг облака и теперь немного размоем фильтр размытие размытие в движении выбираем угол 40 градусов и смещение 150 пикселей режим наложения для этого слоя выберу экран control t вызывает трансформацию трансформирую искажаю и деформирую нам надо создать такой как бы вихрь который стелится по земле с помощью вот этого слоя добавляю слой маску на этот слой выбираю кисточку круглую мягкую стопроцентная непрозрачность удаляю этот слой с верхней части оставлю только на поверхности земли примерно вот таким образом теперь понижая непрозрачность кисточки и тут тоже удаляю этот слой оставлю его только на первом плане теперь еще кисточкой с небольшой непрозрачностью пройдусь по темным частям вытру в некоторых местах вот эту полученную текстуру добавлю контраст с помощью корректирующего слоя уровней нажимаю на значок обтравочной маски и добавляем немного контрасты чтобы вот эти полосы стали более видимыми более выразительными и понижая непрозрачность слоя метель где-то вот так до 20 процентов создаю новый слой слой для снега выбираем белый цвет стопроцентная непрозрачность кисточки кисточка круглая мягкая со следующими настройками диаметр 4 пикселя интервалы 300 процентов жесткость 0 галочка в динамике формы колебания размера 100 процентов галочка в рассеивании рассеивание 1000 процентов счетчик единица колебания счетчика 100 процентов и галочка в передаче колебания непрозрачности 50 процентов это будут совсем мелкие снежинки мы их рисуем вот так вот по направлению движения вот этих линий метели продублируем этот слой control джей заходим фильтр размытия размытие в движении добавляем угол 15 градусов и смещение 35 пикселей такой эффект как бы летящих снежинок у нас получился сам слой снег я немного пониже непрозрачность этому слою примерно где-то вот так до 70 процентов называем эти слои метель я нахожусь на верхнем слое зажимаю shift кликаю по нижнему слою выделить все слои control джи образовалась группа называю группу метель теперь переходим к окончательной цветокоррекции нашей работы корректирующий слой уровне и повысим контраст первому плану немного осветлю и повышаю контраст инвертируем маску control и мягкая круглая кисточка стопроцентная непрозрачность кисточка белая проявляю этот слой на первом плане таким образом немного подкорректируем цвет выбираем корректирующий слой карта градиента и выбираем вот такой градиент ссылка на эти градиенты есть у вас материалах к уроку выбираем режим наложения мягкий свет и понижаю непрозрачность этого слоя где-то до 25 процентов над слоем дымка создаю новый слой слой заливка цветом и выбираем цвет 1 1 1 1 1 1 е режим наложения для этого слоя исключением круглая мягкая черная кисточка удаляю воздействие этого слоя с первого плана мы добавим дымку на дальний план нашей работы с первого плана удаляем теперь я понижу немного непрозрачность кисточки и частично удалю этот слой северного сияния чтобы она ярче светила создаем сводный слой на самом верху нашей работы control shift alt и е заходим фильтр другое цветовой контраст 1 пиксель режим наложения для этого слоя мягкий свет мы добавили резкость нашу работу урок закончен мы создали красивую работу про северную суровую страну где среди снега и льда маленькая девочка спешит на помощь к своему другу мы добавили в работу северное сияние льдины прорисовали тени и свет проникающий сквозь толщу льда если вам понравился мой урок и вы хотите продолжить изучать тему создания коллажей то советую вам пройти мой двухчасовой мини курс из семи уроков из этих уроков вы узнаете где искать идеи для коллажей как правильно подбирать и компоновать исходники своей работе узнаете название лучших стоковых сайтов где вы можете найти качественные и бесплатные материалы также вы узнаете как с помощью цвета придать работе особенное настроение как придать объем и реалистичность вашей работе как создать фотоколлаж с нуля и самое главное как себя вдохновлять и мотивировать на работу чтобы перейти на страничку с мини курсом кликните по ссылке под этим видео спасибо за внимание спасибо за внимание